За последние два года руководители на Килейском судостроительно-судоремонтном заводе сменяли друг друга как в калейдоскопе. Некоторые из них попали в поле зрения правоохранительных органов. Это не лучшим образом сказывалось как на деловой репутации предприятия, так и на атмосфере в рабочем коллективе. В феврале 2020 года на судостроительный пришел новый директор Александр Бондаренко, дипломированный специалист из Херсона с 20-летним опытом работы в морской отрасли. О том, что новой управленческой команде уже удалось сделать за этот короткий срок и о планах на будущее сегодня в нашем сюжете. Когда я пришел, завод, можно сказать, практически стоял, были баржи, которые стояли на слипе год и более. С помощью руководства УДП был придуман план, разработан план и финансирование. Начали поступать какие-то деньги на оборудование, на материалы. Мы начали это все закупать и довольно-таки быстро, буквально за первый месяц мы первые три единицы спустили, отремонтировали и отдали уже в работу. Скоро будет 4 месяца, как я на должности, временно исполняющий обязанности директора завода. За это время мы привлекли несколько частных заказов, отремонтировали их. Это баржа ДС-3, это Ирида в стадии завершения, там заменено более 100 тонн металла. Также отремонтировано больше 10 единиц флота для УДП. Для стабилизации финансового положения предприятия руководитель начал напрямую сотрудничать с поставщиками материалов, исключив из этой цепочки посредников. Это дало возможность сэкономить средства и направить их на нужды завода. Например, на приобретение спецодежды для сотрудников, чего не делалось уже последние несколько лет, а также на ремонт собственного автопарка, что позволило отказаться от транспортных услуг подрядных организаций. Мы отремонтировали КАТО. У нас есть самоходный кран КАТО 40 тонн, и мы его отремонтировали собственными силами, запустили в работу. Простоял он там около 10 лет и как бы не работал. Мы запустили заводский автобус, мы отремонтировали парк автомобильный, мы сделали техосмотр КАМАЗу и тоже запустили его в работу. Мы сейчас можем пользоваться своим транспортом, возим углекислоту из Маила, доставляем металл, другие там потребности наши. В принципе, наш парк закрывает наши потребности. В ближайших планах топ-менеджера ремонт еще одного крана, вышедшего из строя три года назад. В перспективе рассматривается и модернизация СЛИПа. Это даст возможность на базе завода ремонтировать пассажирские суда УДП, принимать габаритные суда до 115 метров и, соответственно, привлекать заказы на крупные суммы. Как признается директор, реализовать такой проект без помощи инвестора вряд ли удастся. Кроме того, на время ремонта СЛИПа работу завода придется остановить на долгие месяцы. О каком сроке идет речь, станет понятно после проведения дефектации расчета в сторонние фирмы по оценке стоимости объемов работ. Также мы планируем достройку баржи СЛГ в секции. Пока в стадии раскачки. Есть уже сформированная смета на нее. Есть подтверждение, ожидаем финансирования. Мы готовы, в принципе, запустить ее и начать. Первые красноречивые итоги деятельности Александра Бондаренко уже отражены в финансовой отчетности. Это двухмиллионная прибыль завода по состоянию на май месяц. При сохранении заданных темпов работы предприятие по итогам первого полугодия выполнит план на 100%. Чтобы добиться этого, директор наряду с поиском новых заказов намерен оптимизировать рабочий процесс управленцев. Я хочу собрать ключевые фигуры, которые отвечают за производство в одном помещении. Там будет находиться производственная служба, там будет находиться начальник снабжения, начальник техотдела, бухгалтерия. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы ускорить сам процесс обработки информации. На сегодняшний день на заводе трудятся 226 человек. Из них 40 – управляющий состав, порядка 80 – вспомогательный, остальные – это основные рабочие. Среди них есть и старожилы. Один из них – Владимир Николаевич Арбаджи, который работает на судостроительном уже 52-й год. В разные периоды он был технологом, мастером, прорабом, поэтому стал свидетелем и взлётов, и падений завода. Это второй период за последние 10 лет, который, скажем так, завод наш нахер становится на ноги. Это было года 4. Там он тогда был премудрочер, городской был директор. Вот. Работали мы хорошо и уверенно. В настоящее время всё нормально. Работа есть, работаем, прилагаем все усилия для того, чтобы люди работали, получали заработную плату, и чтобы все жили хорошо. В эту пору на территории завода много молодёжи. Это студенты Килийского транспортного колледжа, которые с мая по сентябрь проходят здесь практику под руководством опытных специалистов. Надеемся, что в скором времени завод снова вернёт себе статус городообразующего предприятия Килии. Первые шаги в этом направлении новое руководство уже делает. А подзабытый звук заводского гудка снова радует килийцев, возвещая о начале и конце рабочего дня. Значение завода чрезвычайное. И мы искренне верим в то, что завод возродится. И это во многом зависит от государственной политики. Я надеюсь, что она будет ответственной и будет способствовать возрождению судоремонтного завода. Это и рабочие места. Для нас, как и для громады, это серьёзная налоговая база. И сегодня налоговые поступления от завода у нас возросли существенно. Судоремонтный завод – это основная судоремонтная база УДП. К моему большому сожалению, последние годы она была в упадке. И скажу откровенно, мы с опаской смотрим на те позитивные тенденции, которые сегодня имеют место на заводе, дабы не спугнуть удачу. Мы лишь желаем им удачи и от громады, от города, и к вашим услугам, во всём, в чём может быть вам полезно. Редактор субтитров А.Сёмкин